всем рукодельный привет меня зовут Даша вы на моем канале о вязании и в сегодняшнем видео я хочу вам сделать можно сказать подробный обзор на пряжу которую вы могли встретить в прошлом сезоне прошло уже достаточно большое количество времени с выхода этой пряжи как я понимаю это были стоки сейчас я вам расскажу о ней подробнее а говорю я эксклюзиве от пряжного магазина дом пряжи а именно о носочной пряжи бактус сокс камел я вам буду вставлять попутно фотографии характеристику этой пряжи метраж этой пряжи и буду рассказывать о своем опыте вязание из этой пряжи и начну я с того что эту пряжу я увидела в их instagram stories как только они ее получили и меня очень привлекла цена этой пряжи на тот момент эта пряжа стоила в районе 400 рублей насколько я помню это было 390 и я заказала тогда впервые в этом магазине себе 3 моточка этой пряжи я заказала себе в цвете этом цвете вот этом цвете и еще одном цвете который у меня сейчас находится в размотке но я вам вставлю фотографии либо какие-либо видеофрагменты потому что я насколько помню не фотографировала именно эти носки но помню что цвет называется петрольный граф из-за которого у нас и случилось вот это видео с обзором небольшой спойлер впоследствии я заказывала эту пряжу еще раз но об этом я расскажу далее я получила заветные свои три моточка и была очень рада так как я впервые стала вязать из пряжи с добавлением верблюда я тогда только знакомилась с носочными составами мне было интересно попробовать что-то более дорогое это пряжа позиционируется как итальянский сток и в магазин дом пряжи она попала уже в размотанных матках без опознавательных знаков то есть у них был было это думаю какая-то накладная по которой они знали состав и метраж и далее сами называли цвета и клеили свою этикетку этикетки кстати у меня тоже не сохранилось но вы можете подумать я тогда вообще могу любую пряжу выдасти за эту пряжу но в предыдущих моих видео я в распаковке показывала что у меня было именно это прикрепляю вам подсказки где я показывала эти моточки и я сразу же я была очень рада все моточки мне понравились на ощупь они были все приятные и я сразу же начала вязать носочки и первые носочки которые я начала вязать они у меня были из пряжи в цвете и биться насколько я помню называется или нет я скорее всего путаю биться другой цвет я вам подпишу как он называется и вставлю фотографию мотка крайне красивый моток его практически первыми раскупили австралии вроде и он до сих пор у меня вызывает только теплые мысли именно вот этот цвет и вот так выглядят у меня готовые носочки из него с пяткой стронг я специально знала что это пряжа будет ложиться полосами то есть это было понятно но я не понимала масштабы где будут широкие полосы где будут узкие прочее я решила вязать пятку стронг чтобы все эти полосы отразить мне эти носочки очень нравится они приятные на ощупь классно распушились и выровнялись после стирки я вам покажу поближе полотно полотно жестковато я я бы вам сказала резинку она достаточно хорошо держит то есть вот это у меня заблокированные носки но резинка видите спустя время опять собралась в кучу я связала первый носок отмотала ну как обычно это делается до нужного фрагмента эту пряжу и начала вязать второй носок и на моменте вот этот вот был второй носок насколько я сейчас помню и на моменте когда началась вот эта белая полоса по мотку я поняла что что-то не так а именно эта белая секция в мотке выглядела слишком масштабной и в итоге мне пришлось потом отматывать клубочек где-то вот такого размера белого цвета я принесла вам этот моточек вот он у меня был отмотыш белого цвета и потом у меня шел большой промежуток опять голубого мне пришлось обрезать нить и присоединить нить отмотав еще голубой оттенок потому что он тоже был широкой полосой то есть рисунок сбивался мне казалось что я просто не попала в аэропорт но потом все полосы шли в той же паре в том же порядке вот у меня здесь не заправлено я обрезала нить и далее я вязала все как обычно у меня конечно сбилось это все полосы немножечко мне пришлось это выравнивать но я ничего плохого в этом не увидела то есть бывает такое что сбиваются небольшие секции все в остальном все пряжа мне понравилось носочки мне понравились и вот такие красивые они у меня получились зачем мы все здесь сегодня собрались с вами тогда спросите вы меня дальше начинается самое интересное эти носочки были закончены я была рада и в какой-то момент я поняла что хочу начать из этой пряжи вязать еще одни носки и сразу же моя радость мой радостный взгляд упал на пряжу петрольный граф я вам покажу скрин из видео как выглядело начало этого носка сами мотки пряжи сейчас у меня находится вот в таком вот состоянии у меня очень много размотышей отмотышей для выравнивания цвета чтобы полосы совпадали вот самый большой как моток который остался здесь у меня не 100 граммовым размотыш это 200 граммовых мотка рассказываю вам дальше а вот это кстати пряжа и вот эта пряжа она не отсюда прошу прощения убирая эти некрасивые отмотыши вот здесь вот в сторону мы вернемся к ним попозже я начинаю вязать носок и понимаю что в этом носке я буду показывать например вот например вот этого идут широкие полосы широкая полоса здесь здесь широкая на пятку широкая и когда я дохожу вот где-то до вот этого момента мне встречается узел и после этого узла идут маленькие короткие секции то есть нет уже белых каких-то длинных секции как вот например вот этот вот вот это вот все это белая отмотанная секция то есть больше нет никакого цвета белая желтая секция отмотанная встречается узел и идут мелкие секции я подумала что так и должно быть что не будет слишком широких полос и широкие полосы начинаются там либо на теле носка либо в начале носка поэтому я как обычный обычная вязальщица принялась отматывать до момента с широкими полосами и перемотав весь моток я не нашла повторение широких широких полос первая мысль которая у меня закралась это брак то есть это мне попался бракованный моточек и я конечно немножечко расстроилась и поняла что вот у меня связан наполовину носок и я не могу получить носок который я хочу по красоте я весь вечер ходила с этой мыслью мне было достаточно грустно и я пыталась найти в инстаграм-магазине вот дом пряжи как раз таки отзывы на эту пряжу именно на этот цвет штрудила хэштеги вязаные носки искала в упоминаниях дом пряжи чтобы посмотреть как выглядят эти носочки и понять у всех ли так или только мне одной так повезло и я не нашла ничего подобного я решила написать в магазин так как пряжа достаточно дорогостоящие ну вот допустим сравнивая ее с турецкими какими-то аналогами той той же супервош который стоит 200 с лишним рублей или той же боха который стоит столько же где не встречается таких проблем по крайней мере мне ни разу не встречалась а это пряжа позиционируется как допустим по своей ценовой политике как опал в опале такой роскоши в виде узла я думаю что я никогда не встречу я решила написать магазин без каких-либо претензий я хотела именно узнать что могло ли такое произойти что это брак я вам ставлю переписку с магазином и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее я решила, что если у меня не получаются такие носки, но мне очень хотелось получить именно... Именно в такой расцветке носочки, красивые, классные, меня эти большие широкие переходы очень обрадовали, и я решилась на отчаянный шаг. Я решила заказать еще один такой же моток. И я заказала еще один моточек, и плюсом к нему я заказала еще два. Я заказала вот в таком цвете, вот носочек вы из него видите, и вот в таком цвете. О нем мы поговорим чуть-чуть позже. Очень ждала, пока мне придут снова эти три моточка. В общей сложности на шесть моточков вместе с доставкой этой носочной пряжи я потратила 3000 рублей. То есть это достаточно большое количество денег для меня, как для начинающего вязального блогера, у которого там пока нет каких-то сотрудничеств и возможности заказывать более дорогую пряжу. Все покупается на мои личные средства. И в ожидании открывания коробки я открыла коробку, и первое, что я увидела, моточек идентично, точно такой же, как мне приходил внешне. Вот петрольный граф первый. Также у него сначала идут широкие полосы. Эти широкие полосы идут в том же самом порядке. Но как только вы начинаете, я решила сразу перемотать этот моток и вытащила нити с середины и опять увидела эти короткие секции. И опять я поняла, что скорее всего что-то здесь не так. Я отматывала моток и размотала его до конца, и получилось опять точно так же. Я вам вставлю фотографию, если эти фотографии или видеофрагменты у меня сохранились. При перемотке второго мотка обнаружился узел в том же самом месте, где заканчивают, где начинаются, так сказать, широкие полосы. Ну, если перематывать из центра клубка. Либо где кончаются широкие полосы. То есть широкие полосы резко отрезается нить и привязываются к нам короткие полосы. И опять у нас бы получился тот же самый носок наполовину с широкими полосами, а второй носок бы полностью рябой был. Вот как, например, вот этот. И тут мне стало очень досадно и обидно за деньги, потраченные на именно эти два мотка пряжи. В остальных пока я не буду вам ничего рассказывать. Далее в этом мотке еще встретилось мне то, что широкие полосы, как оказалось потом, они шли вообще в разнобой. То есть шла большая серая полоса, потом маленькая зеленая, потом маленькая серая. То есть какое-то нерегулярное окрашивание. То есть в большом каком-то плечевом изделии, возможно, это смотрелось бы и круто. Но для носков вы не можете получить два одинаковых носка, тогда в смысл в этой носочной пряже. Ну, как я себе это представляю. То есть я расстроилась именно из-за того, что я не могу получить симметричные носки. Я эти носки с горем пополам скомбинировала. У меня получилось две пары носочков. Одну пару мужских я связала с короткими полосочками, с короткими секциями. И с длинными секциями я связала маленькие женские носки. Эти носки были подарены моим друзьям. Носки получились хорошие, добротные. Были, конечно, узелочки и прочее. Это все заправлялось. Но у себя оставлять эти носки я не захотела. Потому что у меня воспоминания с ними были связаны не очень хорошие. Спустя время я вернулась и приступила вязать к следующим носочкам. Вязала я из вот этой пряжи. Так как она мне тоже очень нравится. И в какой-то момент я начала, это уже вторая пара из этого мотка, начала понимать, что эта пряжа, скорее всего, вся разная. Почему? Она очень странно выглядит в нити. Какая-то где-то толще, где-то тоньше. Вот эта вот самая тонкая из всех трех. Вот эта самая толстая, средняя, тонкая. По пушистости они все разные. То есть вот эта пряжа более пушится. Эта пряжа совсем не пушится. Эта пряжа пушится средненько. Это тоже такого прям сильного пушка я в ней не заметила. И по тактильным ощущениям. Какая-то более мягкая, какая-то более жесткая. Вот эти носки связаны на спицах 2,5. Те на 2,5. Эти вяжутся уже на тройке. Складывается впечатление, что это все разная пряжа. И нельзя ее объединять в одну группу. Но это все сугубо мои выдумки и мои мысли по этому поводу. То есть я не претендую на то, чтобы оскорбить магазин. Или оскорбить производителя этой пряжи. Просто, видимо, получилось какое-то непонимание. И, возможно, на фабрике. Возможно, с магазином и прочее. Что складывается впечатление, что это все разная пряжа. А вот этот моток, который я сказала, что покажу вам потом его отдельно. Этот моток точно такой же моточек, как и петрольный граф. Внешне он выглядит красивым лиловым. Я вам вставлю фотографию с сайта. Если на сайте еще сохранились эти фотографии, я постараюсь их вставить. И выглядит это так, будто бы идет лиловый цвет и бежевый. Лиловый, бежевый, лиловый, бежевый. Когда вы разматываете моток, вы получаете лиловый по краям и только бежевый внутри. Это полностью 100-граммовый моток. Вот он у меня перемотанный. Встречаются какие-то запутанные узлы и прочее. Но из этого мотка у меня вообще нет желания вязать. Во-первых, он по ощущениям самый какой-то странный. Он, я вам покажу, нить у него отличается, не знаю, то ли скруткой, то ли чем от других нитей. Но он, я вам просто покажу. Она легко рвется. Либо состав у нее какой-то другой, либо что. Вот, например, с этой пряжей у меня такое не прокатит. Так же у меня и не прокатит вот с этой пряжей. То есть, это пряжа вообще как брак какой-то. И, то есть, это больше не брак партии. Это как тенденция всей этой пряжи. То есть, я получила опять моток, из которого я не получу два одинаковых носка, если я не буду специально отматывать секции и разматывать его на два одинаковых клубка. Я ничего плохого не имею по поводу этого магазина. То есть, мне он нравится. Я продолжаю сидеть на их инстаграм-аккаунте, смотреть какую-то новую пряжу, выискивать. И, возможно, в будущем я буду там что-то заказывать. У меня больше претензий именно к этой пряже. И, вот, допустим, носки вот из этой пряжи, ментоловый ликер, мне очень нравятся. Они мягкие, пушистые, разровнялись, распушились, классные получились. Так же, как и вот эти вот яркие, мне очень нравятся. Вот эти носочки вообще являются моим фаворитом. То есть, я вяжу уже вторую пару из этой пряжи. То есть, мне очень приятно и нравится, как они выглядят и носятся. Я вам вставлю фотографию, как выглядела первая пара из этих носочков. То есть, каких-то таких прям претензий. Вот только именно к секционному окрашиванию и какой-то тенденции оборвать нить и связать ее с короткими секциями. Я наблюдала за магазином в инстаграм еще какое-то время и видела краем глаза в сториз стенды, где лежит эта пряжа. И я вам ставлю в скрины, которые я сделала, на которых явно видно, что очень много расцветок идут именно с такой же тенденцией. Сначала идет большая секция какого-то красивого цвета, а внутри идет мелкие секции. Я вам выделю, так сказать, красными кругами и покажу, возможно, стрелочками, чтобы вы видели на видео, как это все смотрится и какие цвета попадают под вот эту тенденцию. В итоге, что я вам хочу сказать. Пряжа мне отчасти понравилась, но не за эту цену. Выбирая я в следующий раз какого-то производителя, я дам предпочтение опалу, если в этой же ценовой категории, либо турецким производителям, тот же боха, тот же супервош, и вам эту пряжу больше не рекомендую, чем рекомендую. Вы решайте сами на основе моего рассказа. Девушка, которая писала мне в инстаграме, хотела сказать, девушка, которая написала мне в комментарии под одним из видео, где я показывала носки из этой пряжи, она мне написала, что столкнулась с точно такой же проблемой. Я вам ставлю скрины комментариев, и она сказала, что я вязала ажурные шарфики из них. По крайней мере, на данный момент у меня сейчас нет пока фотографий этих ажурных шарфиков, но с позволения этой девушки, если она разрешит, я вставлю вам и покажу, как это выглядит. Но, как я поняла, именно в вязании носочков она также осталась более недовольна, чем довольна. Поэтому, как говорится, думайте сами, решайте сами, покупать или не покупать. За такую цену такой продукт. Это было все, что я вам хотела рассказать, все, что я вам хотела показать. Надеюсь, мое видео было полезным. И перед покупкой этой пряжи, если вы решите ее купить, вы все-таки подумаете, и это видео вам как-то поможет. С вами была я, Даша. Желаю вам успешных вязальных проектов, чтобы вы не сталкивались с такими проблемами, как столкнулась я. Здоровья, счастья. Всем пока-пока. Продолжение следует...